Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexKiderToys. Сегодня у нас мега выпуск китайских сюрпризов в пакетиках. Откроем 15 разных серий. Minecraft, 5 ночей с Фредди, Skip the Toilet, Чебурашка, Rainbow Friends, Among Us, Безумный Цифровой Цирк и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с пакетика Super Mario 3D World. Как обычно, в каждом китайском пакетике по три китайских карточки с изображением разных персонажей. Вот и вся команда Марио. В этот раз они в виде котов. Это игрушка два в одном. Марио в костюме желтого котяры. Лежит на спинке, поставив пузико солнышку, отдыхает. А может быть наелся. Его выдают длинные усы. У котов они пореже будут. По качеству фигурка сделана неплохо. Иногда в китайских пакетиках попадаются нормальные игрушки. Игра в кальмара. Снова карточки. Ведущие игры. Еще раз он. И третий раз он. Разнообразие такое себе. Суровый охранник игры в кальмара. С кругляшком на голове. Только благодаря этим ребятам, участники игры в кальмара не разбежались по домам. Игра такая себе. Это игрушка-брелок с металлической цепочкой и кольцом. Можно прицепить куда-нибудь. Ланки-бокс. Нью-бэби-фигурас. Сейчас посмотрим, что тут за новые фигурки. Котик с коробкой на голове. Прикольное облачко. И робот. Интересная фигурка. Мне уже, по-моему, такая попадалась. Похоже на батарейку. Или на кусок кабеля, из которого торчат провода. Провода, кстати, живут своей жизнью. Вот и глазки, и ротик есть у них. И ручки даже выросли. А вот у кабеля какая-то проблема с глазом. То ли он один, то ли закрытый. Кто знает, что за существо это такое? Напишите в комментариях. Еще интересная особенность. Что у провода выросли листочки. Провода дерева. Among Us. Не шумите. Желтый. Фиолетовый. И голубой. И снова непростая фигурка. Двойная. Вроде бы маленький космонавт. С рюкзачком за спиной. А сверху вырос еще один. Это какой-то мутант. Двуголовый. По-моему, китайцы любят. Двуголовые фигурки. Хоть и сделан просто, но выглядит прикольно. Интересно, что и у маленького, что и у большого нет ручек. Одни ножки. Бегают зато шустро. Цвет красивый. Чебурашка. Как он сюда затесался, я не знаю. Чебурашка добрался до Китая. Вот он, на чемодане ехал. С крокодилом Геной. О, и другой Чебурашка. Самое прикольное, что эти два Чебурашки совсем из разных мультиков. А в пакетик нам положили девчонку. Совсем ничем не примечательную. Уж лучше бы Чебурашку или Крокодила Гену. Ну, на худой конец. Шапокляк или Крыску Лариску. У этой девчонки еще и кожа начинает слазить. Может, это какой-то зомби-апокалипсис. Пока худшая игрушка сегодня. Гартен оф Бан-Бан. Бан-Бан, это вот этот. Какой милый монстрик с бантиком. По-моему, любому монстрику бантик добавь, и он будет милым. Это клякса какая-то. Ух ты, какой злобный, глазастый, зубасый. На какую-то кнопку жмет. По-любому что-то плохое случится. Снежный человек, что ли? Кстати, с бантиком и улыбнулся. И сразу монстрик стал очень добрым и не страшным. Зимой такому монстру очень хорошо маскироваться. В сугробе спрятался и выжидает, пока мимо кто-нибудь пойдет. Как выскочит, как съест. Скибиди-тоилет, битбокс. Голова из унитаза, стреляющая лазерами. Чего только не придумает. Другая голова из унитаза. И агент с камерой вместо головы. Мне как раз попался агент. Правда, у него не камера на голове, а какая-то колонка. С такой хорошо идешь и музыку слушаешь. Надо тебе что-нибудь погромче сказать. Кромкость прибавил. Потише прошептать. Убавил. Неплохой костюмчик у агента. Штанишки с черными ботинками. Перчатки. Белая рубашка с галстуком. Так можно смело в офис отправляться. Соранхэт. Или по-нашему сиреноголовый. А вот тут карточек нету. Зато тут есть страшный красный кот. Похож на какого-то чертика или демона. Уши можно принять за рожки. Ему еще вилл не хватает в лапе. Жуткий котик. Я хоть и люблю котиков, но не таких. Это какой-то демонический. И кстати, это первая фигурка с устойчивой подставкой. Хотя остальные и сами неплохо стоят. Рейнбоу Фрэнс. Или Радужные Друзья. С привычными карточками. Какой у него рот огромный. Ест, наверное, хорошо. Кучеглазик. И веселый парень в короне. Вот эти монстры совсем не страшные. Прямо как вон тот из Бан-Бана. Радужные Друзья. И, естественно, всех цветов радуги. И мне попался желтый. Да не простой. Он четырехрукий. И шестиухий. Если это уши, вполне возможно что-нибудь другое. Например, причесочка. Два глаза у него. Рот и нос отсутствуют. Странное существо. Похоже на кляксу. Ручки можно подвигать. Пять ночей у Фредди. Дверьми что-то. Карточка тут одна. На ней нарисовано то же самое, что и на пакетике. Вполне возможно, так выглядит вся коллекция. А гремят тут колечко с цепочкой. Его надо приделать в фигурке. Фишка в виде черепа. Похоже на золотую монету. Еще что-то откуда-то отвалилось. И драгоценный камушек. На самом деле просто пластмасска. Это скорее всего для какой-нибудь игры. Вы только посмотрите, кто вылез из этого пакетика. Эта фигурка отличается не только ужасным внешним видом, но и ужасным запахом. Воняет, будь здоров. Бывает такое иногда в китайских пакетиках. Это какой-то шоколадный монстр. Или не шоколадный. Руки у него загребущие. На каждой по четыре пальца. Взгляд конечно жуткий. Щечки розовые. С мороза может быть пришел. И он пришел не с пустыми руками. На блюдечке у него капкейк. Из него торчит свечка. На день рождения что ли заглянул? Ебтек себе не пустил. Капкейк в виде черепушки. После такой жути давайте откроем что-нибудь добренькое. Например пакетик Hello Kitty. Китти занимается зарядкой судя по всему. Пошла в магазин. А здесь она решила перекусить пончиком. Белая кошечка с большими то ли ресничками, то ли усами. Не поймешь. Усы-то отсюда должны расти. Скорее всего это реснички. В лапе держит фиолетовый ключ. Интересно что она им открывает? Как обычно у Китти большой бантик. И желтое платье. Кстати платье подобрало под цвет носика. Такие котики мне больше нравятся, чем вот такие демонические. Майнкрафт Креатор Сериас. Еще один пакетик без карточек. Мне уже начинает казаться, что пакетики в которых нет карточек, это какие-то китайские подделки на китайские подделки. Человек-жаба. Ну или что-то подобное. Вполне возможно ему просто стало плохо и он позеленел. Ручки у фигурки двигаются. Ножки тоже. Ножки вот чересчур подвижны на мой вкус. Болтаются туда-сюда. Ой. У этого человечка еще голова отвалилась. Как она держалась? Вообще непонятно. А, подождите-ка. Все приделали. Может теперь радостно танцевать. Голова вращается на 360. Откручивается, прикручивается. Настоящий человек-конструктор. Безумный цифровой цирк. С привычными карточками. Ну и персонажи в этом цирке водятся. Какой красавец. С подставкой. Правда, на подставку сложно поставить. Только сбоку. Это, конечно, что-то с чем-то. Я, как говорится, слепила я тебя из того, что было. Здесь какая-то загогулина. Тут клешня, крабья. Кусок сыра. И какие-то антенки налеплены. Глаз, кстати, кверх ногами. Он всегда смотрит вверх. Да, этому чуду-юду цирке не повезло. Скорее всего, он там выступает каким-нибудь акробатом. И очень часто получает травмы. Поэтому его собирает, разбирает, чтобы он снова мог выступать. Прикольно, что ручки и ножки можно погнуть. Бетроид Вонча Старс. Ну, это всё-таки Бравл Старс. Хоть из названия изменили. Одна карточка. Фрэнкентанк. Франкенштейн. На карточке выглядит круто. Посмотрим, как в реале. А в реале кухарка с тортиком. Это кухарка-робот, судя по её лицу. А что, удобного было дома такого робота иметь? Он раз тебе с утра всё наготовил, покормил. Потом на обед покормил, на ужин. Посуду всё перемыл. Я бы не отказался. Интересно, в Бравл Старс есть такой персонаж? Да даже если бы он был, я бы за него не играл. Уж лучше за какой-нибудь Франкенштейна с кувалденью. О, вот эти двое могут рецептами обвиняться. Они друг другу, по-моему, подходят. Торт сильно тяжёлый, не может удержать. А у меня остался последний пакетик с мистическим драконом. My Little Dragon Tree. Ух ты, какой красавчик. С огромной головой. Правда, очень шипастый. Каждый шипчик остренький. Главное не уколоться. Также носу есть рог. И зубы, торчащие во все стороны. Глаза безумные у этой дракошки. Скорее всего, потому что он ещё совсем маленький. Лапы мощные. Только повёрнуты в другую сторону. Наверное, как-то обратно это всё исправить. Плён-то обходит. Лучше ничего трогать не буду, а то ещё отломается. Хвост у него тоже шипастый. Весь расшиперился, прям как ёжик. Дракона-ёж. И крылышки длинные есть. Голова у дракошки вращается. Он может назад смотреть, вперёд. Сделан неплохо. Вот эта серия драконов мне в китайских пакетиках очень нравится. Вот такие не очень классные фигурки можно найти в различных китайских пакетиках. К сожалению, качество игрушек плохое. Хотя иногда попадаются интересные фигурки. Сегодня мне больше всех понравились дракона-ёжик, снежный человек с бантиком, двойной космонавт и проросший кусок кабеля. А что вы думаете об этих сюрпризах? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пичайку. Сегодня без сладкого. Субтитры сделал DimaTorzok